И на самом деле есть еще усиленная версия относительности Эйнштейна. Он не пишет о ней впрямую, но по крайней мере в одном из его знаменитых произведений можно наткнуться на нее. Эта работа называется «Объяснение движения Перигелия-Меркурия в общей теории относительности». Обобщение принципа относительности на электродинамику усложнило теорию. Теперь следовало учитывать сокращение длины и замедление времени. Применение нашли преобразование Лоренца. При этом система осчета определялась не только тремя метрическими координатами, но была добавлена четвертая координата – время. Затем Эйнштейн сделал следующий шаг, он обобщил принцип относительности на гравитацию. Сразу же он нашел подтверждение своей общей теории относительности, рассчитав аномальное смещение Перигелия-Меркурия. Результат точности соответствовал наблюдениям. Однако при этом он нарушил упомянутые правила специальной теории относительности, он использовал собственное время движущейся планеты для определения уравнений движения в системе осчета центра масс. Так он писал. Следовательно, теорема площадей остается точной при учете величин второго порядка, если для измерения времени применять собственное время планет. Выполнение законов сохранения является безусловным требованием в физике. Здесь речь идет о сохранении момента импульса. Итак он сохраняется, если в расчете используется собственное время движущейся планеты. А следом он пишет. При определении формы орбиты будем поступать теперь в точности так же, как в случае теории Ньютона. В случае теории Ньютона. Значит, что расчет проводится в системе осчета центра масс. Таким образом он смешивал систему осчета. Такую гибкость в подходе, когда для угодного результата игнорируются основы физики, я бы назвал уже сверхотносительностью. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...